Здравия желаю, уважаемые подписчики и гости канала. Сейчас мы проясним, как же всё-таки всё происходит. Значит, я продолжил опыты, чтобы выяснить до конца природу этого явления, почему так происходит. Видите, природу того, что сейчас мы запустили опять вот, видите, на панель, как и вчера запускал, но выбрали сейчас на 0,75 выпрямитель. Выпримитель выбрали на 0,75. Видите, что у нас показывает счётчик? То есть у нас идёт зарядка, вернее, идёт подача света на солнечную панель, которая генерирует, по проводу генерирует ток. При этом у нас потребление 0, видите? Почему так? Давайте вот, это я показывал уже, но давайте до конца разберём, почему так происходит. Вот смотрим, видите? Значит, 0,06. Вот этот провод сетевой идёт в сеть. А вот провод, который идёт на питание, фаза. Смотрим на него. Вы тут видите 0. Целых ампер 0,10-0,00. Значит, что произошло? Давайте теперь на теорию разберём. Это важно, ребята, чтобы знать природу этого явления. Когда уже, когда знаешь природу, тогда и дальше можно легче всё делать. Давайте это зарисуем схематично. Значит, зарисуем схематично. Чтобы понять природу этого явления. Значит, у нас тут маленький выпрямитель мощностью, значит, 0,75 Вт. 0,75 Вт всего. Так. Вот он идёт. 0. Вернее, это фаза будет. Фаза. Со счётчика. А вот счётчик. Вот его зарисуем. Так, ну, кружком. Чтоб не заморачиваться. Фаза. Выход. То есть, фаза, которая идёт на выход. На выход. А вот эта фаза. Вот тут первая. Обозначим. И второй. Обозначим кружочками. Кружочками. Первый и второй, да? А эта фаза идёт в сеть. Вот здесь обозначим квадратиком, что это сеть. Сеть. Дальше. И тут же идёт 0. То есть, земля. И земля идёт с сети. То есть, получается, значит, третий. Здесь вот первый, второй. Третий и четвёртый сети. А тут у нас идёт тут у нас идёт, значит, 6 лампочек. 6 лампочек. 6 лампочек. Каждая, значит, на 12 вольт. Они рассчитаны. И каждая имеет мощность светодиодной 5 ватт. Вот здесь неправильно написал. Здесь надо было написать вольте. Вот это зачеркнём. Вольте. 5 ватт. Что мы наблюдаем? Выход у нас 0. Вот так вот. 3 нуля. 0 целых ампер, 0 десятых и 0 сотых. А выход в сеть у нас, вход в сети, 0 целых 0 06. Здесь у нас вот катушка индуктивности. Или токовая катушка. Это без разности так называть. Которая, собственно говоря, и срабатывает от разности от разности на напряжении. Но есть и у нас. Напряжение здесь 0,06. Ампер здесь 0,06. Значит, само собой, когда больше ампер, напряжение тут ниже. Я смотрел на вольтметре. Там, значит, у меня не показывает десятые и сотые. Тут надо десятые и сотые. Потому что там показывает 236, 237. Что на этой клемме, что на этой клемме. А это надо, значит, вольтметр, чтобы показывал десятые и сотые, как амперметр. Но у нас показывает амперметр. Сесть сотых. Это значит, что напряжение вот тут вот, обратное напряжение от лампочек, так как лампочки отдают, значит, туда идёт, а лампочки отдают больше. И оно выровнялось. Стало нулём. Плюс здесь ещё конденсатор у нас имеется, который на случай того, что какие-то перепады, он выровняет. Значит, у нас здесь раз здесь 0, у нас здесь напряжение, само собой, повысилось. И это мы видим по показаниям. Вы понимаете, что когда... Значит, чем больше ампер, тем ниже напряжение. Если вы это не... Хотя написано по закону ОМа наоборот. Ну, давайте проверим. Вот, представим себе. Значит, такую картинку. Значит, лампочка 220 вольт, 100 ватт. 100 ватт. И, значит, у нас будет... Вы понимаете, как это... По формулам рептилоидов это надо 100, разделить на 220. 0,45 будет. 0,45. И 0,45. Ну, представим себе, что лампочка, значит, подаётся так же со счётчика. И напряжение у нас стало 210 вольт. 210 вольт. А мощность та же... Ой, ватт я написал. Вольт. А мощность та же 100 ватт. То есть мы подали. У нас небольшая сила там. Какой-то там деревенский генератор, допустим. В сети настолько-то не падает. Это понятно. Там подача... Ой-ой-ой. На сети стоит 25 ампер. Что мы здесь наблюдаем? Видите? 100 делим на 210. И получается, видите, 0,47... Так, ещё раз. 47,6. То есть, как видите, здесь ампер немного больше, так как напряжение упало. Значит, раз у нас ампер больше вот здесь... Где эта схемка-то? Вот она. Видите? У нас здесь 0,06. 0,06 ампера. А здесь 0. То есть там, где больше ампер, там напряжение ниже. Ниже. Понимаете? Если у нас в данном случае напряжение упало, значит, ток... То есть, вот она. Так. Вот эта катушка, значит, здесь упала, здесь больше, значит, вот катушка выдаёт ток в этом направлении. И, соответственно, у нас колесо вот это вот. Тут ещё у нас есть катушка. Вот эта катушка вторая на 220, на 230. Она всё время под напряжением. И, значит, колесо у нас пошло так, что, ну, в правую сторону. То есть, откручивает нам на счётчики. если у нас здесь вот больше ампер. А так, как у нас ампер 0, значит, у нас здесь напряжение то же самое, больше. А здесь за счёт того, что появились амперы, напряжение упало. и, соответственно, у нас идёт не в эту сторону, не в эту сторону идёт поток токовый. И крутит направо, ну, чтобы... И крутит, отматывая. А у нас отсюда идёт, раз здесь ноль, напряжение у нас здесь выше. Мы не можем это проверить по моему прибору, но мы проверяем на амперметре. Видите, амперметр уже ясно показывает. Если здесь 210, то ампер становится больше. А если 220, ампер меньше. То есть, у нас получается здесь ампер больше, напряжение меньше. Так? А здесь ампер 0, а напряжение выше. Значит, где выше напряжение, значит, она пошла сюда. И у нас вот этот вал должен крутиться в обратную сторону. А почему он не крутится? А почему стоит на месте? А потому что сила тока у нас нулевая. Здесь-то нулевая почти. Ну, 0,00, 0,1. Ну, если даже есть какие-то тысячные, это не важно. Нулевая. Поэтому, значит, она не может прокрутить. Она гасится на этой обмотке. Она не может ее прокрутить. Так как она нулевая сила. Ну, и это не может сюда прокрутить. Сюда прокрутить. Потому что здесь напряжение ниже, так как выше амперы. Вот природа этого явления, ребята. Значит, надо просто подгонять все. Подгонять таким образом, чтобы у нас на выходе было больше ампер и ниже напряжения, чем на входе. Вот и все. Вот и вся разгадка. А почему так получается? Об этом я говорил в других роликах. Это явление, и вчера показывал, реактивная энергия или обратный ток. Вот этот обратный ток, как лампочки светодиодные, отдают свой, так как они нагреваются здесь, там схемка в каждой лампочке, шесть лампочек, шесть штук. Эта схемка отдает свой ток назад, и так как оно уравновешивается. Вот этим выпрямителем он небольшой мощности. И этот обратный ток, они уравновешиваются. И получается потребление ноль. Если бы у нас здесь был большой мощность, не 0,75 Вт, как я вот ставил, а допустим 20 Вт, у нас бы вот этот обратный ток продавливался. И у нас бы счетчик крутил, здесь бы у нас было меньше ампер, а здесь больше ампер, но здесь напряжение у нас бы было выше, а здесь ниже. Вот это теория. То, что я спрашиваю теорию. Вот это теория этой системы. Возьмите на вооружение, и согласно этой теории вы можете строить бестопливные системы. Благодарю вас за внимание. Всем удачи и железного здоровья.